Здравствуйте, дорогие друзья! Я, Фролов Юрий Андреевич, рад вас приветствовать на своем канале, блоге и других ресурсах. Сегодня речь пойдет о долгожителях. Это продолжение рубрики, целая тема, раздела. Я решил в этой части сделать такое видеообращение, вступление, и будет еще послесловие. Посмотрите обязательно фильм до конца, в завершение я тоже кое-что скажу-расскажу. Значит, понимаю, что на канал мой приходит все больше и больше новых зрителей, которые многие вообще не в теме, то есть они увидели где-то как-то случайно, или кто-то им ссылку прислал. Ну, в общем, люди не в теме, и про питание могут задавать вопросы банальные, с нуля, ну, как любой человек, который вообще не в теме. Я вас очень прошу. Посмотрите у меня в моем блоге, юфролов.ру, в левой колоночке там есть такое, мои выступления. Наведите мышкой, откроются подразделы, и там есть вводные лекции, потом по питанию, по кровеносной системе, дыхательной, пищеварительной. Перед тем, как писать какие-нибудь, ну, глупости, типа, что человек плодает, там, какой-нибудь хищник, да, там, или всеядное, или что питание не так большое значение имеет, а главное значение имеет генетиков, долгожительств, или еще какие-то умозаключения. Ведь поймите, я не для того записываю данные видео, чтобы просто, вот, как многие, не все, конечно, но многие в интернете, послословить и, ну, какой-то рейтинг себе на чем-то делать или от нечего делать. У меня очень много дел, я выкрадываю буквально минуты, отключаю телефон и предупреждаю всех своих, там, сотрудников и прочее, чтобы меня никто не тревожил, и это каждая минута считано. А для того я это делаю, чтобы, знаете, я человек с обостренным чувством справедливости, и тем более данный вопрос, он очень важный, и меня просто беспокоит непонимание такого важного вопроса, как вообще здоровье, причинно-следственные связи, болезни, питание и других факторов, которые приводят к болезням, помимо питания, ведь есть и другие. Я объективно просто объясняю, показываю, как устроен мир, кто из человек, как мы устроены, и внешне, и внутренне, и функционально, и с точки зрения биохимии, и логики здравого смысла, исторического вопроса. И я поясняю все это. Вот поэтому я надеюсь, что мой канал, как очень многие люди оценивают, и полезен и важен. Но вот я хочу, чтобы мои видео принесли пользу, в первую очередь, чтобы люди стали думать, не верить, не верить, а понимать, а поняв, просто жить, ну, сделать, по крайней мере, вывод для себя и выбор свой, как ему дальше жить, ну, вот это вот главное. Значит, я хочу пояснить, что есть разные группы факторов, которые приводят к продолжительной, более или менее продолжительной жизни человека. Есть факторы, которые приводят к болезням, но если на человека действуют факторы, как положительные, так и отрицательные, то отрицательные скрадывают жизнь человека и приводят к болезням. И тем быстрее, чем больше таких факторов, и тем быстрее, чем меньше обратных факторов. То есть, например, таких как уникальное чистое, а главное не просто химически чистое, без вредных тяжелых металлов, газов, но чтобы вода обладала свойствами определенными физико-химическими, которые приводят эти свойства к более быстрой очистке организма человека. Вода как растворитель, который может иметь очень сильные свойства и быстро растворять яды, токсины в больших количествах, выводя их из организма. При том, что человек загрязняет себя неправильным питанием, образ жизни, и многие факторы на это действуют. Но вот если, например, вода как растворитель активна, если иные свойства воды, например, антиоксидантные имеются, ну, скажем, ОВП, отрицательный, то есть, окислительный потенциал, ну, скажем, там, 80-100-200 в минусовой, с минусовым зарядом ОВП, 200 мВ, 300 и так далее, то, соответственно, эта вода дает свободные электроны, которые защищают клетки от воздействия свободных радикалов, потому что поврежденные клетки в плане свободного радикального воздействия, это и есть, когда пара электронов, например, один из них по внешней орбите в паре, находящийся, отрывается, и вот как раз клетка эта ищет, у кого бы украсть этот электрон. Но если она не будет красть у соседних клеток, а ничего хорошего от этого не будет, то она может взять его, например, или свободный электрон откуда-то, например, из водной среды, если эта вода обладает такими свойствами. Ну, так вот, это важно знать, поэтому те горные в основном районы, где живут, ну, хотя не только горные долгожители или сверхдолгожители, по крайней мере, раньше жили, как раз вода как главный фактор очищающий, главный фактор, дающий им энергию дополнительную и очень хорошую очистку организма, вот этот фактор нивелирует очень многие вредные факторы, которые всё-таки свойственны в плане жизни и этим людям. Какие вредные? Ну, например, те, что всё-таки некоторые народы, особенно у нас сейчас серия по народам Кавказа, потребляли и потребляют, хотя раньше в гораздо меньшей степени мясо, то есть мышечные ткани трупов животных. Ну, под мясом, надо своими словами и именами называть правильные вещи, так сказать. Вот это трупы, а вернее мышечная ткань трупов убитых животных. Ну, мясом, ладно, пусть будет так. Хотя это пока оно красное кровоточащее, это мясо. Ну, если вы его сварили, жарили, ну, это уже не мясо. Оно называлось когда-то таковым, но не есть сейчас. И тем не менее. Почему? Да потому что эти животные высокомолекулярные белки, в составе которых ещё, собственно, клетки тканей состоят, эти мышечные, есть сложные структуры, которые были созданы природой, в данном конкретном организме для выполнения строго определённых задач. Но, подчёркиваю, любой чужеродный белок, попадая в организм человека, проходя через пищеварительную систему, но не в полной мере разбираясь до аминокислот, а это, к сожалению, в полной мере не получается. И часть белков в тонком кишечнике через слизистую всасываются, в тонкий кишечник, вот через тонкий кишечник в кровь, и кровью разносятся, как и иные питательные вещества, в разные клетки организма. Ну, как в кровь только попали чужеродные белки? А я имею в виду любые чужеродные, то есть, которые не образовались в нашем организме, образовались вовне где-то, сложные, которые не разобрались. Они ведь информацию несут в том числе, не только структуру эту. Ну, хорошо, будем такими материалистами. За коренелами мы говорим чисто о биохимии и вот этой сложной структуре. Так вот, иммунная система наша сразу распознаёт свой чужой, и любой чужеродный белок, попавший в организм, именно в кровь, он является антигеном, вырабатываются иммунные клетки, антитела к этим антигенам. Так же, точно как на попадание в организм вируса, грибка, бактерии, ведь на реакции это идёт с борьбы иммунных клеток с вот этими чужеродными белками, именно они с названиями. Это мы, люди, придумали назвать, например, папиломовирус, герпес и так далее, или гриппа какой-то модификации. А по сути ведь идёт реакция на структуру живую, сложную. И вот эта структура должна быть уничтожена, потому что белки – это маркеры вообще генетической принадлежности, это маркеры видового предназначения, целевого и так далее. Запомните, если кто не знал, ну, узнаете теперь, хотя это в школе учили, да как у Пушкина, да, чему-нибудь и как-нибудь, что любой белок синтезируется в нашем организме, в каждой клетке нашего организма есть органеллы и рибосомы. Я об этом постоянно говорю, но понимаю, новые зрители будут, поэтому для них, а уж извините, кто слушал по несколько раз, ну, нужно это всё-таки услышать. Так вот, в каждой клетке происходит биосинтез белка, в рибосомах органеллы такие. Из чего происходит он? Из аминокислот, ну, мы упрощаем схему, из аминокислот, то есть из составных частей вот этой сложной полимерной белковой цепи, то есть из мономеров, вот из аминокислот, из этой кирпичиков, кирпичной будущей стены. Вопрос, а если это так, а это факт, основа биохимии, то тогда вопрос, а нужно ли вообще в организм поставлять белки? И ответ очевиден для любого здравомыслящего человека – нет. Потому что если белки поступают в организм, растительные даже, не то что животные, любые, белок должен быть разобран до аминокислоты, он будет разобран, если это только несложный высокомолекулярный белок. Он тоже разбирается путем потери огромного количества ферментов нашего организма, например, фермент трепсин, который вырабатывает поджелудочная железа, фермент пепсин и желудочный сок. И никогда не хватит ни кислотности желудочного сока, а, кстати, его функция, главное, защитная. Да, он белки разбирает, но главное какие? Вирусы, грибки, бактерии. От этого как раз была защита, это главный барьер, первый барьер, который служит против попаданий и развития инфекции в нашем организме. Это если бы мы питались помалу, как раз что и отличает долгожители, они помалу питаются за одну порцию, они не набивают брюхо такое себе. Вот это тоже очень важный момент. Порциями, вот то, что правильно медики говорят, это правильно. Помалу, дробно, по чуть-чуть, потому что малый объем пищи легче переварить, найти, что называется, инфекцию, уничтожить белки, которых очень мало в пище, легче разобрать, чем большое количество белков. И вот тем не менее, поедая трупы животных, что природа, безусловно, не предусмотрела, потому что мы люди по морфологии, то есть внешнему строению, анатомии, биохимии своей, мы являемся плодоядными существами. Конечно же, не травоядными, как некоторые циники будут травку, что ли, жевать или какую-нибудь подлость еще такую, думаю, что они изящно, так сказать, и так вот хамовато выпендрятся. Ну нет, конечно, мы не травоядные, мы плодоядные. Почему-то этот раздел группы по питанию не берут вообще, такие люди, в пример, а ведь это факт. Ну вот, никакие мы не всеядные. То, что мы можем съесть все, что угодно, о том, что мы всеядные, говорить глупо. Этого недостаточно тех оснований. Съесть-то можно что угодно, с дуру в рот полезет. Животные в природе чисто травоядные, как олени, например, на севере где-нибудь могут тоже лемминга съесть, когда голодная будет пора, так же, как и в блокаду Ленинграда. Ели люди-крысы, кого угодно и что угодно. И кто может в этом осудить этого человека? Ну, понятно, когда в критических ситуациях. А то, что вид наш является, по сути, свое видовое питание и живое питание, надо понимать, что такое есть эти термины. Смотрите в моих лекциях, вы просто поймете. Не надо мне верить. Я говорю настолько простые, очевидные вещи, что, ну, это просто задайте себе этот вопрос. Я всего лишь направляю мысли, то есть заставляю как бы человека задуматься. Вот в этом я вижу свое главное предназначение. Задуматься, пора очнуться, кем мы как живем. Ну, для чего? Зачем? К чему приводит наше безумие, в том числе и по питанию, когда мы поощряем своим куском мяса убийство миллионов животных, миллиардов животных? Вы думаете, это вносит какую-то пользу, приносит нашей планете Земле и нам лично? Только приносит вред. Убийство порождает убийство. Эмманации смерти потребляем, мы разрушаем свой организм. Мы физически, ментально и духовно, и, безусловно, как общество, мы никогда не найдем пути и выхода из сложившихся разных проблемных ситуаций, пока мы творим вот это зло, пока еще не осужденное целиком, я имею в виду, в обществе. Мы будем в тупике, потому что пока есть бойни, будут войны, будут бедствия, будет вражда, ненависть и так далее. Ведь это все порождение вот этой выпиющей несправедливости. Я сейчас не говорю вообще о морально-этических, так сказать, особенностях, аспектах веганства и пока я буду обязательно об этом отдельно говорить. Но давайте скажу еще пару слов про фильм. Понимаете, сегодня я за основу возьму это продолжение серии, поэтому мы рассмотрели, если в прошлых двух выпусках про супер-долгожители Абхазии, когда за основу я брал документальный фильм 1948 года, сегодня будет фильм 1961 года, будет уже Чечена-Ингушская АССР, но, скажем так, это по сути, ну, Чечня-Ингушетия, да? И вот мы увидим долгожители, которые родились в середине 19 века, чуть раньше. Будет рассказано об очень интересном, правда, кратко, поскольку много данных о нем не сохранилось, но от первоисточника вы услышите, то есть там будут два дедушки, которым за 100 лет. И вот они лично знали человека, который прожил, потому что было известно, какая родовая башня была построена кем, когда строилась. И этот человек, строились они десятилетиями, поколениями, вот один человек увидел полностью и начало, и конец постройки, и так далее. Он прожил 180 лет, и это было, кстати, не редкость. Я буду потом, не хочу просто начинать с сверх таких, знаете, заоблачных сверхдолгожителей, ведь некоторые считают, что, ну, это за уши вроде притянуто, и не было таких. На самом деле были. Можно ли это доказать? Да, можно. Поэтому начинаю я с тех, чье долгожительство подтверждено абсолютно точно, с советской самой строгой статистикой, с абсолютно достоверной. И потом будет еще выпуск про, значит, чтобы с народами Кавказа, ну, так сказать, с основными понятиями разобраться, это вот про Азербайджан еще будет, да, а потом мы перейдем к другим странам, регионам, континентам. В ходе этих серий вы поймете очень многие закономерности и причинно-следственные связи. Нам это надо знать для того, ну, кто хочет и понимает, зачем ему это, кто хочет прожить долго, качественно, главное. Вот для этого человека, для аналитики персональной, индивидуальной, его личной, это очень важные вещи, о которых я буду говорить. Значит, теперь что еще хочу сказать. Потом я подведу итог. Будет такая отдельная серия, где я дам выкладку аналитическую всех факторов, которые приводят к более длительной жизни и укорачивают жизнь соответственно. И дам советы, какие, ну, как, собственно говоря, жить в идеальных условиях, в идеальных, не то, что там вот вокруг себя, каждый человек, независимо от благосостояния, где он живет, в своих конкретных условиях может для себя, если он не будет лениться и будет знать, создать наиболее лучшие условия, насколько он это сможет сделать. Просто у человека должен быть, по крайней мере, знание, а потом выбор. Он сам будет его делать, выбор свой, осознанно. Вот важно, чтобы делал осознанно, а не поддаваясь своим верованиям, чтобы легче было жить дальше, как страус, голову в песок, и вроде трава и не расти. Но это подход неконструктивный. Я всегда против такого подхода выступал и буду, потому что это, ну, непродуктивно и глупо, и, значит, неправильно. Так вот, ну вот, значит, начну я фильм с интересного одного дедушки из Боливии, горное озеро, высокогорное Титикака. Очень характерный, показательный пример. Пример, который будет идти везде, как бы конвой такой. То есть питание – это основной фактор, хотя не единственный. И вот вы посмотрите про некоторые нюансы. Вот все то, о чем я говорил всегда в своих лекциях. Про высокомолекулярные белки, вот те самые мяса и прочее, которые либо не было вовсе в их питании, либо было очень мало. Про ту, вот про воду, ну, это отдельная тема. Про кукурузу и другие злаки, так сказать, семена, травы и прочее, что ели и как ели. Про то, что не было в основном в культурах этих людей в употреблении крахмалистых, вареных крахмалов, вернее. А как они появились, так и жить стали меньше. Ну, это как нашим народам, крайне севера, как хлеб, муку стали возить, так они все вот такие, десятискладчатые стали. И жить стали, все, долгожителей, современных, вот дальше уже не будет. Были. И кто-то скажет, ну, мясо же ели, да. Ну, и что? Это значит, что мясо есть можно и прожить долго? Нет, вы не проживете. Они жили почему? Потому что есть факторы определенные, которые влияли, нивелировали эти проблемы питания мяса. Они не ели сладости практически, они не, ну, химии. Они ели мелод вот из сладости и более ничего не ели. Кстати, насчет мелода очень интересная тема, которая везде прослеживается и показывает тем, кто вот так выступает против, там, не с этической стороны, а со стороны биохимической, биологической, что это вроде неестественно, это приводит к болезням, проблемам там и так далее. Ну, как бы вот послушайте сегодняшние фильмы в этой связи. Ну, и в конце, дождитесь обязательно, посмотрите весь этот фильм, а в конце я расскажу, подведу такие, знаете, подыток сделаю. Некий такой небольшой подыток. Ну, что ж, дорогие друзья, все вам самого лучшего, приятного просмотра. Я надеюсь, что данный фильм будет вам нужным и полезным. Смотрите все фильмы вот в этой рубрике, если вам эта тема интересна, обязательно, потому что тогда вы сможете, ведь видите, невозможно в одном фильме сказать все, но просмотрев все, у вас будет, знаете, такая некая экстраполирование, то есть вот эта связка и череда хода событий, мыслей, тем, идей и фактов у вас будет сливаться в единую картину мировоззренческую. И тогда у вас будет действительно мнение не по тому, которое вот основано на каких-то вот верованиях и желаниях, а на фактах и логике, здравом смысле. Вот тогда вы будете знать, как оно есть на самом деле. И уже сможете правильно построить свою будущую жизнь, если захотите. Ну или просто для интереса. Вот, посмотрите. Всем хорошего, приятного просмотра. Увидимся. Здравствуйте, дорогие друзья, я Фролов Юрий Андреевич, рад вас приветствовать на своем канале. В блоге, вот мой, кстати, блог юфролов.ру, о здоровье, о долголетии, о многих иных темах, нужных для жизни человека, любого здравомыслящего, разумного человека, который хочет прожить и долго, и качественно, и счастливо. И чтобы дело, любимое в его жизни, именно было, а не просто какая-то работа из-под палки. Ну то есть и о мировоззрении, и о других, так сказать, жизненных важных вопросах и проблемах. Мой блог, мой сайт, мои лекции. Так, сегодня у нас продолжение темы по долгожителям, настоящим долгожителям прошлого. Если вы помните, были две другие, так сказать, у меня лекции на эту тему из последних, из вот такой серии. Кстати, сейчас я на канале своем в Ютубе. И вот если вы нажмете плейлист, там будет такой раздел долголетия, долгожители, аналитика, факты, истории. Ну, истории конкретные, вот, долгожители и аналитика с этим связаны. Два последних, это вот долгожители Абхазии. Первая часть и вторая, где была основа фильм документальный, Министерство здравоохранения с 48-го года. Ну и вот следующий, второй, это о абхазских долгожителях. Сейчас, как я и обещал, будет продолжение данной рубрики. Мы будем с вами говорить о долгожителях уже Чечена-Ингушетии, то есть и Чечни, уже теперь и Ингушетия. Я за основу возьму фильм документальный, 61-го года. Я проведу анализ, подскажу и укажу на определенные очень важные моменты, которые нужно учитывать. Ну и, собственно говоря, это будет психологический разбор, то есть аналитика в том числе. Но вначале, поскольку нет смысла снимать отдельный сюжет, я вам покажу один кусочек отрывок фильма о долгожителе, совершенно из другой части мира. Пару слов об этом. А далее переключаю на фильм, мы его будем начинать смотреть. Далее я буду комментировать. В конце будет, значит, обязательно досмотрите до конца подведение итогов. Потом я расскажу, о чем я буду далее говорить в своих вот этих рубриках о долгожителях. Ну и, так сказать, ближайшие планы тоже расскажу. Итак, переходим на фильм, смотрим. Значит, здесь речь идет о дедушке из Боливии. Боливия. Та часть Боливии, где озеро Титикака. Оно, ну это граница с Перу. Огромное озеро, глубочайшее, одно из самых больших в мире. Самое крупное судоходное, это озеро Высокогорное. Значит, ну естественно, там сразу понимаете, какая там солнечная инсталляция. Кстати, вот эти особые загары. Ну, это местные из племен, из индейских. Вот он, один из деревни, остался жить в 2013 году. В 2013 году ему было 123 года. И сейчас послушайте, о чем он говорит. Ну и потом то, что его родственники. Я маленький здесь сделаю, знаете, как бы такую экстраполяцию на любых вообще долгожителях. И вот вы послушайте, в чем тут суть, что важно понимать из того он, что скажет и что скажут о нем. Итак, внимание, слушаем. Я привык есть грибы с листьями лебеды и ячменем. Не было никакого риса. Таких продуктов просто не было. Так, внимание. Рис. Человек не ел практически. Я анализировал другую. Значит, вот вообще разнообразное питание, в том числе этих долгожителей. Крахмала, содержащих продуктов, не было. Рис – это крахмал. Вареный, разумеется. Рис – это вареный крахмал, это клейстер, клей. Кто не смотрел, посмотрите мою лекцию о питании. Вообще питание, очищение организма. Ну, так вот, да, раньше, вот если вспомнить советское прошлое, было мало клея в магазинах. Бывало, что дефицит, но по крайней мере в 80-х годах. Ну, конечно же. И клеили, делали такой обойный клей, либо клейстер, либо пшеничную муку варили. Ну, белую, вот эту, высшего сорта. Ну, разную, в общем, у кого на что было желание, достаток и на что не жалко. Но, по сути, получался хороший клей. Значит, поедая эти продукты, мы, конечно, теряем часть жизни. И очень существенную, потому что мы просто заклеиваем, по сути, часть клеток печени гипотоцитов, которые замещаются на фиброзную ткань, на вот эти вот, по предшественник, ну, и в какой-то мере вот это цирроза. Ну, конечно, не у каждого цирроза, кто ест много хлебобулочных изделий. Ну, например, даже у Норма Нокера, известного врача, который написал потом книги о питании соками, лечении соками, живыми сырыми. Так вот, у него тоже была такая проблема. Именно из-за варёных крахмалов. Тут уж кому повезёт. Но факт, что если превалирует такой процесс, как разрушение клеток печени над их созданием, то есть восстановлением синтезом, то, соответственно, появляется ряд проблем, в том числе предциррозные состояния. Ну, или, по крайней мере, многофиброзной ткани. Кровяное давление остаётся, если тоже, но пока сердце качает нормальные почки, функционирует относительно, то, значит, давление в нижних полых венах, в нижних конечностях возрастает. Но ведь проходить кровь теперь уже может меньше, если часть клеток этого уникального фильтра, в том числе фильтра, одна из функций, засорилась, давление увеличивается. Вот вам получите варикоз, далее тромбофлебид, ну и, конечно, геморрой. Это как раз, смотрите, моя лекция о кровеносной и кровотворных системах. Значит, теперь, что касается лебеды и прочих дел. Значит, вот вспоминаем, что ели в том числе на Руси, так сказать, конопля, лебеда. В общем, всё примерно у людей, у старых, у людей, которые ещё были на традициях народных, хотя они уже столетиями в той или иной степени менялись, не в лучшую сторону. И, тем не менее, мы видим чёткую закономерность, закономерность питания, где бы то человек ни жил, в какой части света и так далее, и так далее. И вот пришёл, в том числе Гатриса не было. А вот теперь давайте посмотрим, состояние его не идеально, но почему? Ну вот давайте послушаем дальше. Кармела, ветеран войны между Боливией и Парагваем 1934 года. Боливийский долгожитель по-прежнему в состоянии самостоятельно передвигаться и ежедневно прогуливается по деревне. Однако зрение и слух уже не те. Безусловно. Тут важно заметить, ведь он уже не 10 лет, кстати, как всего лишь умерла его жена, но что они едят сейчас, что он ест конкретно? То, что ему дают дети, внуки и правнуки. Ну а что они дают? К питанию он и сам не понимал, питался-то по наить, но питался тем, чем предки питались. Нормально, естественно. Ну а вот теперь-то пищу изменили. Что дают, ест. А что дают? Иногда он жалуется на голодную боль. Тогда я говорю ему идти на улицу. Ему не нужно ничего делать, просто отдыхать. Дедушка достаёт своё одеяло и лежит. Не знаю, сколько ещё проживу. Я не знаю. Только Бог знает. Он решит, сколько мне жить. Он скажет мне, умереть или продолжать жить. Только он решает. Сын Кармела пытался перевезти его жить в столицу Ла-Пас, которая находится в 80 километрах отсюда. Несут рис. Но жизнь в городе ему не понравилась, и он вернулся. Когда я перевез его в Ла-Пас, он сказал, что чувствует себя как в тюрьме, как будто его заперли на ключ. Он сказал, что больше не может находиться в этом заточении, что когда выходит из дома, видит только стены и дым от автомобилей. Сказал, что больше не может оставаться в городе и просто хочет вернуться на свою землю. И вот вернулся он на свою землю. И, конечно, знаете, здесь я вижу две важные закономерности. Что касается последней темы, то есть про родную землю, место где ты родился, хорошая пословица русская, где родился там и пригодился. Ну так вот, и в родном доме стены помогают, и прочие пословицы, это всё истинная правда. И что касается земли, да, многие долгожители уезжают, когда их родственники перевозят из города, когда меняется уклад жизни, привычки, питание, да и энергетика вот этой земли, связь. А ведь тут каждый в стабильной жизни, каждый нюанс, который протекает изо дня в день, ну так сказать, на стабильной основе, в том числе эмоциональное, психоэмоциональное состояние, привычки, питание, всё это, ну как бы это сказать, время как бы замедляется. И напротив, человек переезжает в иные условия, не лучшие, попадая в условия и стрессы психологической, ну сто лет больше тут жил в родном месте, так сказать, где привык ко всему, каждый уголок знаком травинкой, то здесь, конечно, совершенно это, да и тем более среда-то неестественная. И психологическая эта подавленность вызывает, разумеется, и в том числе проявляет, и вызывает, и усугубляет болезни. И люди, как правило, быстро уже умирают. Вот, кстати, если вы смотрели мои лекции, где приезжал ко мне в гости профессор Хусейн из Марокко, его дяде, вот 120 лет, он тоже его забрали из, так сказать, вот с природы, с деревни, и он умер буквально через три месяца. Я таких случаев знаю сотни, сотни. Сколько его ещё прожил человек? Достаточно много. Но посмотрите, конечно, его состояние уже не очень, и ходит тяжело, и, говорят, и голова болит, а почему? А чем его кормят? Сам он уже не ходит за, там, той же водой, я не знаю, из-за родников, а там это горные, так сказать, ручьи, родники, опять-таки же вода. Да и озеро, сама вода уникальная и не загажена, нет там промышленности, в общем-то, никакой. К тому же, рис, вот вы видели, начали давай к лейковину. Вот, безусловно, закисляется организм, и загущается кровь, сердцу труднее перекачивать, уже кровь не доходит до тех микрокапилляров, конечностей, головного мозга, в должной мере, чтобы перенести кислород, питательные вещества, чтобы растворить яды и токсины, жидкости воды, качественной воды не хватает, ведь только вода является растворителем, понимаете? И между раствором, то есть, каким-то там чаем, компотом, и растворителем, то есть, чистой и качественной воды, огромная разница. Но мы коснемся сейчас этой важной темы, ведь эта тема касается воды, вернее, это основополагающий фактор долголетия, долгожительства в любых регионах, и только там, где есть именно уникальные источники воды, есть массовые вот такие точки на планете, где есть долгожитель. О чем я и говорю, к чему я это веду, это один из факторов, безусловно, не единственный, питание, образ жизни, мышление, привычки, традиции, распорядок дня, режим, вот все это имеет значение. Мы потом подведем итог, какие же группы факторов влияют на продолжительность, и главное, качество жизни в последние отрезки, так сказать, времени. Мы с вами уже видели долгожителей, которым самому старшему было 146 лет, но это и не предел. В дальнейших сериях я познакомлю вас с другими долгожителями и большего возраста, и я обязательно, так сказать, продолжу вот эту аналитику, и мы сделаем в конечном счете после завершения серии, а это будет не менее 10 выпусков, аналитическую вот такую раскладку, вывод, какие же факторы есть, соберем их все в группы и проанализируем, как же человек в идеале, конечно, в идеале должен жить, к чему стремиться, чтобы объективно у него были возможности прожить как можно дольше и качественнее свою жизнь. Ну, а теперь давайте перейдем, соответственно, к главному фильму и начнем просмотр. С чего начнется фильм? Ну, начнется он с того, что... Да, надо сказать, что это я режиссер такой, Иллис Татаев, чеченский режиссер, он снял фильм в 61-м году, мы начнем с самого начала, фильм долгий, но я буду выборочно, потому что там нет смысла говорить и показывать все, там есть несколько очень интересных моментов, которые как раз нужно посмотреть и проанализировать, но в начале 5-и даже 7-минутный отрезок я покажу практически целиком, тут важный, знаете, даже, я бы сказал, не только применимый непосредственно к теме долгожительства в плане питания, материальных иных факторов, но и еще, знаете, такой даже философский, психологический вопрос отношения к жизни, к воде, к природе, понимаете, к традициям и так далее. Вот это очень важный фактор, который тоже влияет на продолжительность и качество жизни. Давайте посмотрим начало, как есть. Тут мы к этому, знаете, я бы сказал, главной теме, которую поднимает режиссер, вернемся еще несколько раз в процессе просмотра, и все это очень сильно взаимосвязано между собой. Давайте начнем просмотр и, в общем, внимание. На земле родился еще один человек. Родился человек, и, приветствуя первый день его жизни, у нас в Чеченой Ингушетии говорят «Буквах, живи долго!» Видите, уже с самого начала программирование идет на естественную долгую жизнь. Старейшины принимают самое главное участие в приеме человека к новой жизни. Потом мы посмотрим об этом отрывочек. А вначале дедушка идет со своим правнуком за водой. В горах родился небольшой поток. А цвет превратился в небольшой ручей, в горную речушку, чтобы там, где-то далеко внизу, развиться могучей полноводной рекой. Но, глядя на ручей, подчас трудно увидеть могучую реку. Так же, как глядя на младенца, трудно угадать будущего человека. И все же, у нас в горах редко какой ручей не становится рекой. Вот запомните это место. Заур едва научился ходить, когда большой отец в первый раз взял его в эту долгую дорогу к своему кувшину. С тех пор они каждый день приходят сюда. Сейчас Зауру шесть лет. Большому отцу сто два. Но Заур ни разу не спросил его, зачем. Зачем каждый день наполнять водой и тащить наверх дороги тяжелый кувшин, даже не зная, будут? Или не будут пить его? А ведь кувшин дедушка приносит и ставит для путников. То есть тех, кто идет наверх, в горы, натрут работу какую-либо, либо просто проходит так принято. Вообще, конечно, знаете, вот понимая, как жили люди и вообще во всех народах, что такое было действительно вот эта настоящая порядочность, честь, гостеприимство. но это ведь было, конечно, во всех народах, очень сильно, безусловно, меняется везде. Где-то в большей степени жизнь, где-то, так сказать, в меньшую, но в худшую, к сожалению. Потому что уходят традиции, обычаи, преемственность вот эта. А ведь, вот еще говорят, зачем же жить долго? Ну, во-первых, для того, чтобы вот передать эту преемственность, вот эти знания, уходящие в тысячелетия назад, вот новым поколениям, чтобы сохранился род, сохранился народ. Но для этого нужны старейшины, нужны те, кто уже имеет время, ну, молодые-то люди, заняты хозяйством, так сказать, если они, и то, дай Бог, чтобы они были, так сказать, трудолюбивыми, хозяйственными людьми. А сейчас такие, не все. И во всех народах, не только, так сказать, вот и в русском, и в других, но, значит, дедушки, особенно прапрадедушки, вот, имея большее время, могут вот научить, передать действительно, даже на таком, знаете, что называется, таком генном, волновом уровне, на уровне энергетики, даже молча, по сути, своей, находясь рядом, своей, своими внуками, правнуками, им вот это вот вложить в них, человечность, добро, вот эти основополагающие принципы, бытия жизни, честной, справедливой, настоящего человека на земле, его открытием у предназначения, может быть, вот эту мудрость, рассуждение, философствование, вот это житейские, так сказать, и иные, да, на природе, вот, именно, вроде бы, казалось бы, правильно автор говорит, вот такое дело, вроде бы, для мальчика и непонятное, но потом он поймет, поймет увидя, поймет по поступкам, не все еще может маленький, так сказать, человек понять, по, как бы это, словесному объяснению, но постепенно это останется внутри, как стержень некий, как постоянное напоминание, то, что связано с детством, ярко картины видятся потом, для чего, зачем, человек уже вернется к этому вопросу, обязательно в своей жизни, и вот этот стержень будет, конечно, даст начало, возможно, очень даже неплохой, достойной жизни, но если нет этого стержня, корни обрублены в городах, где, конечно, так сказать, непонятно, что и зачем, и для чего живет человек, по сути своей, вот это уже теряется, и, конечно, это так, но тут вода, почему вода, да, потому что без воды никак, но вода это сакральное, это во всех народах было особое отношение к воде, и, кстати, хочу сказать вам, что не просто вода, вот слово вода, ну, вы уже, наверное, мои многие лекции смотрели о воде, ну, если нет, и вы новичок, у меня на канале, обязательно посмотрите все мои лекции о воде, ведь есть определенные физико-химические свойства воды, и в тех краях долгожителей она имеет особые свойства, особые, потому что, проходя через те многочисленные горные породы, тающая вода с ледников, как правило, это проходя, не просто дело в том, что она насыщается какими-то минералами, она как раз слабо минерализована, но та энергетика, энергия, информация, которую вода несет, особая, к тому же она мягкая, потому что вода, значит, в ледниках сосредоточенная, она очень мягкая, слабо минерализована, она обладает определенными свойствами, но проходя через эти горные породы, через этот вот, где-то местами на камнях растущий мох, иные растения, она, как бы это сказать, не только структурируется, передается информация вот эта, но она еще и становится насыщенной электронами, свободными электронами, потому как воздействие идет с воздухом, падение ее больших высот, создается определенная среда, и свойства меняются. Вот мы дальше поговорим об этих свойствах, они всегда примерно одни и те же, в тех местах, где сосредоточены районы долгожителей, то есть определенные свойства, которые обязательно должен знать каждый человек, чтобы понимать, ведь это основополагающий, так сказать, фактор долголетия, вода именно, потому что именно вода может быть растворителем, хорошим или не очень, если люди пьют воду, это хорошо, а еще лучше, если они пьют воду ту, которая очень близка по своим физико-химическим свойствам, параметрам к нашей внутриклеточной воде, ведь наш организм любую воду, какую мы пьем, перестраивает, переделывает, изменяет до тех свойств, при которых организм может функционировать, при которых может жить, функционировать наша клетка, каждая нашего организма. Вот об этом мы чуть дальше еще поговорим. Наверное, он так никогда и не спросит об этом, потому что все свои 6 лет за уж все-таки прожил в горах. Кстати, кувшин тяжелый. Судя по толщине, размеру килограмм 8 весит, 10 может быть. Много ли нужно времени, чтобы вот таким способом наполнить кувшин? Много. Это хорошо знает и большой отец, и Заур. И все же каждый день, наблюдая эту нехитрую процедуру, Заур все больше и больше убеждается. Знает его прадед о кувшине что-то такое, чего не знает он, Заур, его праправнук. Праправнук. Ну, разумеется. Вот, находясь с водой, вот в таком тесном близком общении, ну, сидя вот у журчащего ручья, у водопада, человек получает еще и свободные электроны. Этот эффект переноса свободных электронов был открыт не так давно нашими русскими учеными, но дело-то не в этом, а в том, что, например, еще раз скажу, что вот, к примеру, эритроциты, красные кровяные тельца, форменные элементы нашей крови, они заряжаются, и вот это открытие было сделано как раз, на 80% примерно за счет переноса, эффекта переноса свободных электронов. Ну, разумеется, в тех местах, где это возможно. А возможно вот в таких местностях, в горных, у быстрых рек, на перекатах, порогах. И это дает дополнительные энергии человеку. Ведь у нас всегда на нас с вами действуют факторы, которые оказывают положительное влияние на наше с вами здоровье, отрицательное. У всех. Всегда. В той или иной мере. Но в идеальных условиях жизни этих отрицательных факторов меньше. Начиная от стрессов до химической пищи. Ну, какая у них пища химическая, тем более в те годы. Выращенные все своими руками, на очень плодородных почвах, которые богаты минералами и так далее. И вот если проанализировать все эти факторы, то, конечно, на этих людей действовали положительных факторов больше, отрицательных меньше. И даже при том, что питание подчас частично было не совсем правильным видовым в смысле. Потому что ведь многие народы за столетия, тысячелетия отклонились достаточно существенно в силу ряда причин. От родовых действительно изначальных традиций, от естественного питания. И тем не менее, мы про питание уже говорили в прошлых двух сериях. И поговорим в этом. И преобладает в питании долгожителей, в том числе Кавказа, все же, по крайней мере, тех старых долгожителей, конечно же, пища растительная. Да, частично вареная. Очень в больших количествах живая. Я уже не говорю о этих фруктах, овощах, зелени в больших количествах, конечно, которую в сыром виде они потребляют. И кинза, и прочее, в огромных количествах. Но, конечно же, и кукуруза, о чем, так сказать, говорят и вот эти блюда, от мамалыги, начиная до специального хлеба из кукурузы тоже, и так далее, и так далее. Да, вареная пища, безусловно. Но не более 30-40% от общего объема съедения. Но, поймите, такая вода, такая вода, этот воздух, спокойный образ жизни, другие факторы приводят к тому, что эти положительные факторы влияния на здоровье превалируют. И природа как бы прощает большее количество ошибок таким людям. Кстати, ведь вода здесь обладает всегда измеренной, я анализировал эти центры долгожительства. ОВП имеет отрицательный показатель, то есть, окислительно-восстановительный потенциал. То есть, огромное количество свободных электронов теперь может передаваться, когда человек пьет такую воду, клеткам, нашим организмам, которые подверглись воздействию свободных радикалов, и, соответственно, в них идет разрушительное воздействие. Вот нивелирование происходит этих разрушительных воздействий именно за счет, во-первых, переноса свободных электронов и через воздух, так называемых аэроионов, и через вот такую качественную воду. К тому же, она обладает еще и коэффициентом поверхностного натяжения очень низким, порядка 41 на квадратный сантиметр. То есть, такая вода очень текучая, и как растворитель, она в десятки раз работает более эффективно, в десятки, чем та, которая течет из-под крана. У нас с вами, или из бутылок, это тоже очень важный фактор, потому что, да, человек может в большей мере, конечно, загаживать, что называется, неправильной пищей, ну, скажем, мясом, который, конечно, долгожители Абхазии или, вот, так сказать, Чечен-Ингушетии в какой-то мере ели, но не все, правда. Я говорил и показывал, значит, в прошлом выпуске, но в малых количествах изредка, и тем не менее, это плохо, это отрицательный, объективный фактор, который влияет отрицательно на здоровье каждого человека, но ведь есть вода, уникальная вода, обладающая свойствами, как растворителя, в разы, в десятки раз более сильной, чем у жителей, так сказать, большинства территории нашей планеты. И в таком случае просто этот фактор в большей степени нивелируется, то есть возможность прожить больше и объективно выше. И если бы люди эти не ели бы вредные продукты, то тогда бы, конечно, жили бы еще дольше, то есть, скажем, не 120, а 140 лет или еще больше, как и были примеры и будут, о которых я буду рассказывать далее. Но слушаем дальше. Ну и водородный показатель такой воды тоже важно проанализировать. Вода богатая водородом молекулярным. Вот он несет, дедушка, вот этот, причем несет такой, большая нагрузка на позвоночник в такой позе. Ну это килограмм, больше 30, такой кувшин с водой. В гору. Через много лет в трудную минуту жизни вспомнится Зауру крутая горная тропа, столетний старик, несущий тяжелый кувшин с водой. Вспомнится ему про прадед, который никогда так и не слышал слов благодарности за свой добровольный труд. Да. Если доведется вам побывать в Чечене-Ингушетии, то на перекрестках горных дорог вы не один раз встретитесь с подобными кувшинами. А ведь этот кувшин принес не для себя, дедушка, а для других. Вот встретиться ли сейчас с такой? Ну я очень надеюсь, что да. И к сожалению, к сожалению, по крайней мере в русской глубинки в какой-нибудь деревнях Новгородчины или Псковщины это, к сожалению, конечно, ничего уже давно не встретишь. Когда ставили колодцы не для себя, а для путников, когда принимали гостей с радостью везде. Они смотрели друг на друга, как так сказать, на каких-то врагов или попрошаек. Понимаете, конечно, это очень жаль. Такова говорит действительность современности. Ну плохо, давайте менять эту действительность. Ведь она же была когда-то иной. Или что, мы будем пенять на время, что оно плохо. А кто время формирует? Кто позволил? Говорит, нас обманули. Ну в чем-то? А кто позволил себя обмануть? То есть вопрос-то ведь и в нас тоже. Ну вот надо меняться к лучшему, конечно, и то, что было лучшее, доброе, хорошее, останавливать, да и возрождать надо. Вот. Но это вот, конечно, многое, на какие раздумья, ну так сказать, волей-неволей напрашиваются раздумья вот от просмотра таких еще старых хроник, тем более, когда и автор очень глубоко и правильно вопросы поднимает, ставит, да, вот в том числе такие нравственные, основополагающие вопросы бытия. Вот сейчас мы видим мост высоко над рекой расположенной, его ремонтируют, помните, я говорил о строительной бригаде долгожителей, как это интересно, оригинально. Еще тут один момент очень интересный будет по поводу саманного строительства, то есть, когда глина с соломой с песком смешивается определенной пропорцией, и вот, видите, оказывается, не только на Руси где-то, да вообще во всем мире, вот сейчас эту тему я, поскольку я занимаюсь уже в том числе экостроительством, более 20 лет, читаю лекции на эти темы, принимаю людей в Пушкинских горах у себя, в своем хозяйстве, раз, два раза в год провожу такие подобные практические занятия, лекции, семинары. Кто не смотрел, посмотрите, что-то найдете у меня в блоге, ну и объявления, смотрите о наборе группы, я буду проводить когда следующую, так вот, видите, какая ситуация, везде мы видим опять-таки одни и те же традиции по сути своей, давайте посмотрим, тут очень интересно и это проанализировать, это же часть жизни нашей, причем не важно какой национальности человек по сути своей, и труд, ведь, посмотрите, человека делает труд человеком, это однозначно, ну вот здесь мы видим, весным днем или в праздник подобную картину, по-чеченски это белхи, что соответствует по сегодняшним понятиям субботнику, издавна в горах дом новой семьи строили всем миром, и был этот день веселым и праздничным, то есть объединялись люди и вот строили друг другу то, что сейчас по сути вот движение из тех поселенцев и вот в экопоселениях по сути вот возрождают как бы вот эти традиции, когда действительно объединяясь, ну как и было в старину и везде, и на Руси, и не важно где, помогали сообща строить дом соседу, а потом и сосед помогает тебе, ну это по сути вот этот первобытно общинный строй, только не путайте со шкурами, неандертальцами, так сказать, никакого отношения там поеданию мамонтов, вот это все образ бредовый, который, так сказать, эволюционщики рисуют, додумывая за природу и людей, иных, так сказать, выдавая желаемое за действительное, вот это к этому ничего абсолютно не имеет, родовообщинный строй, это вот некоторые еще называют первобытно таким коммунистическим строем, ну по сути это правильно, потому что там все подчинено, но опять-таки законом рациональности, причинно-следственных связей, взаимопомощи, поддержки, как выживание именно рода, так сказать, это разумно, там все стоит на свои места сразу абсолютно, и вот в данном случае сохранились эти еще традиции тогда, по крайней мере, вот 55 лет назад, вот еще нам было, посмотрите, как вот, значит, тут несколько моментов важных, которые нужно акцентировать. у старейшин свой субботник, так уж провелось с давних времен, что и мосты, и дороги, всегда были заботой старших, вот, как, потому-то у нас в гараж никого и не удивляет, вроде бы, неуместная нарядность молодых строителей, так же, как и почтенный возраст своеобразной ремонтной бригады. Вот, посмотрите, глина, солома, песок, из этого делают дома, посмотрите, как дружно и активно трудятся люди, и вот сейчас я вам покажу кадр, давайте я покажу вам кадр, другой, уже, значит, значит, покажу другой, где то же самое мы увидим, только, соответственно, с современности нашей, ну, что называется, из одного языка поселения, ребята, вот такие же, видите, глина, солома, песок, и вот, так сказать, скатывают такие же, по сути, шарики, перекидывают их, только, правда, единственное отличие новых от старых, видите, как тут еле-еле, еле-еле, ну, люди уже не те, по выносливости, люди уже не те, конечно, это однозначно, тут я, эту картину, у меня постоянно приезжают люди, наблюдаю, ну, что называется, на сотнях молодых, целеустремленных, нормальных ребят, вроде бы, так сказать, смотришь, как работают сейчас, это, это, конечно, многое потеряно, и не знаю уж, будет ли такое же, ну, как бы это сказать, тут ведь, понимаете, это не потому, что вот интенсивность, это быстрота, как бы это, это естественно должно быть, ну, что ли, расторопность, как это раньше говорили, а не заторможенность, а потому, что откуда, и силы, и энергии должно хватать, да и радостней, увидеть быстрее результат своего труда, да слаженней в команде работать, КГЦ и дружно взялись, и так далее, и вот, ну, тут-то, конечно, труд такой, люди побыстрее, пошустрее работают, а так, видите, как вот, разница в картинках, 50 с чем-то лет, да и столетия назад, так оно и было, оно и сподручно, глина под ногами, если где есть глина, солома, получаются крепкие дома, теплые дома. Лови самому младшему, далеко за 90, самому старшему, давно минуло 100 лет. Вот так вот, такая строительная бригада, ремонтная. Трудящиеся люди, да как иначе? Вот это вот, приятно на это, что называется, смотреть. Ведь действительно, правда, да, труд облагораживает человека. Ну что ж, а теперь давайте посмотрим другой, значит, уже сюжет, потому что, ну, так сказать, нет смысла смотреть все подряд, тут я показываю именно нюансы, такие вот важные, значит, важные, ну вот о них сейчас расскажу. Так, давайте посмотрим, вот здесь больница. В памяти этих седобородых пациентов районной поликлиники еще то время, когда отсутствовали вообще даже сами понятия врач, больница, медицина. Правда, давно признав силу медицины, долгожители все же редко приходят сюда сами. еще интересный момент, вот уже многие зрители писали по тем предыдущим двум фильмам про Абхазию, посмотрите, говорят, какие странно, вот что старики вроде вот Абхазии разных национальностей, а посмотрите, вот голубые глаза у многих, такой европеодный тип лица, кстати, да, вот смотришь сейчас вот на этого дедушку, ну кубанский казак, грубо говоря, так вот прям, да, так ведь, вот это вот мы когда-нибудь об этом тоже поговорим, тоже важная тема. В большинстве случаев они отличаются завидным здоровьем. Ну, 857 года, вот, например, рождение бабушки. Пожив 104 года, впервые обратилась за медицинской помощью Нашхун Пагасян. Шесть лет тому назад ей была сделана сложная операция, а сегодня бабушка Нашхун пришла проверить зрение. Что-то видеть стало хуже. Ну, хорошо. Здесь и наш герой, главный, прапрадедушка. Лет 80 тому назад был перелом бедра у Магомеда Часкинова. Вот так, недавно. Теперь, если долго ходит по горам, нога начинает немного болеть. С тем и пришел к доктору. Вот такие дела, вот он, видите, как стоят старшие. Встретился нам и Бауди Хасимиков, большой отец маленького Заура. И хотя у него тоже нет особых жалоб на здоровье, Бауди уважил просьбу доктора и пришел на очередную проверку. Вот так вот. Уважил доктора. Заур поймет сам, что так же, как этот кувшин. А вот, кстати, то место самое, где дедушка кувшин оставил. Заур, вот этот прапрабнук, вот автор говорит, что возможно и поймет. Очень важное то, что по идее не нужно и говорить, а человек должен понять сам. Жизнь у человека наполняется добрыми делами. Как этот кувшин. даже в пору своего заката, быть нужным людям. Как говорил Федор Григорьевич Углов, великий русский хирург и кто только и он кем не был и писатель и философ по сути и гениальный человек. Он гениален во всем. Это правда. Так вот, он говорил, что мама его как учила с детства, что делай людям всегда добро и не жди, что оно тебе вернется. Не для того делай, чтобы тебе что-то с этого получить. Но когда в трудную минуту и действительно тебе что-то будет нужно, обязательно это добро к тебе вернется от добрых дел людских. Вот эта вот мудрость народная или мудрость, которая во всех народах есть и в тех старых людях правильно воспитанных, когда от жизни, от природы, от родового уклада жизни люди зависели вовсю, абсолютно правильная была жизнь по сути своей, правильная. Потому что и лишнего в ней ничего не было. Ну а что было? А была гармония по сути дела. Гармония в природе, с природой. И вот тогда люди, конечно, мудростью своей напитывались именно вот как в том, знаете, есть такое произведение Сиддхартха индийское. И вот прожив всю жизнь, так сказать, там про двух друзей, мальчиков, как они росли, потом возмужали, ушли, значит, занимались различными практиками духовными, размышлениями о смысле жизни и так далее. И в конце жизни один человек сказал вот этот Сиддхартха Гаминге своему другу, когда встретились уже в старости, что я ни у Будды, ни у кого, вообще нигде, да? Ну, не нашел все ответы на вопросы. Но когда он с простым паромщиком встретился и прожил последние годы своей жизни, а этот человек не учился ни у кого, он жил на природе и общался только с ней по сути своей, конечно, задумываясь о смысле жизни, о том, кто я в этом мире и так далее, ну, общаясь с людьми, кого он перевозил, думая про это многое. Вот он сказал, что я понял, в чем суть и в чем истина, и вот в общении с природой без своих, так сказать, измышлений кривых, неправильных, без самомнения своего, я понял, в чем суть и смысл жизни. И научил меня вот этот человек простой, неграмотный, обычный, да, вот про это я тут хотел сказать, да и автор, по сути, ведь про тоже говорит. Но давайте послушаем дальше, что-то будет очень интересно, очень интересно про, ну, одного супер-долгожителя. Вот встретятся сейчас два друга, вот этот прапрадедушка и его друг, который ингуш по национальности, вот они, старых, два друга, товарища еще с младенства, ну, с ребячества, вот они встретятся и поговорят и расскажут о одном интересном, об одном человеке, который прожил очень много, вот послушайте сейчас сколько, и, значит, давайте это услышим вместе, но чуть позже это будет, это чуть позже. Ну, по сути, давайте сейчас как раз... вам, когда-либо придется побывать в горах, обратите внимание, каждый пожилой горец всегда занят каким-нибудь делом. А вот это очень важный момент. Само собой разумеется, хлеб можно купить в магазине, мед и дрова выписать в колхозе, и все же, что может быть вкуснее кукурузного чурека из муки собственного помола? Кстати, вот опять про кукурузу. Безумно полезный продукт. Конечно, лучше бы есть ее сырой. Безусловно, и она вкусная, сладкая, молочная зрелость. Можно замораживать и прекрасно есть потом первозданный такой вкусный продукт. Но, конечно... Что может быть ароматнее меда, собранного своими руками? Вот опять-таки, да? Ну, давайте послушаем еще вот про что. Вот собрались они и друга навести дедушка собрал со своего пропитания. На дворе конец сентября. Каждый год в это время большой отец Заура собирается к Афьеншу. Вся значительность обсуждения предстоящей поэзии Зауру кажется нескольким. Ехать к дедушке Исупу Ингушетию ведь совсем недалеко. Очень важный момент стоит пояснить по питанию то, что сейчас вы увидите. Те же реки, горы, те же долины, так же высятся сторожевые башни и белеют древние аулы. Только большой отец знает название всем этим аулам, всем этим рекам и вершинам. Боюсь, что уже современные местные жители не все это знают. Я так предполагаю. А это не пустяк. Это очень важно. Это родная земля, родной край. Но это всем в назидание, что называется, людям. Кто сейчас знает все, всю историю? Кому это нужно? А ведь плохо, что не нужно. Не в первый раз приезжает за ур с прадедом в гости. Но каждый раз его озадачивает неторопливое церемонное завтрако. Все тот же мед, чай, да творог, что и дома. Вот важный момент. Да, вы услышали, все, кто в теме, понимают, что вот я постоянно говорю про вред молочных продуктов, тем более сыра и творога. Но, безусловно, еще раз повторюсь, что при всех тех других иных факторов, которые положительно влияют на здоровье, на очищение, самоочищение организма. Эти факторы превалируют, поэтому эти отрицательные, хоть и воздействуют, и скрадывают годы жизни, и приводят, тем не менее, к болезням. Пусть 120 лет, пусть, но приводят к болезням же. И есть объективные вещи, атеросклероз, прочие. Казеин, это клей, столярный хороший клей, который знают, издревле использовали. В пищу, конечно, ели, едят, но правда, вот эти люди в малюсеньких, маленьких количествах, вот они на пятерых, у них маленькая тарелочка, едят, вот очень важные были сказаны слова, неторопливо, осознанно, с особым отношением к еде, как у всех старых людей, вообще всегда в народе, это ведь олицетворение труда, это сейчас можно в супермаркете купить, и выбрасывать, особенно, как американцы выкидывают две трети того, что, так сказать, продаются в магазинах, это же преступление, страшное преступление, еще про голод говорят, чувство вины вроде есть, и гуманитарную помощь оказывают развитым странам, ну, это же просто паскудство, а здесь, как бы, сакральные отношения к пище, в малых количествах, те же лепешки кукурузные, мед, опять-таки, кстати, я, конечно, тут, что делать, есть такой некий, вот Андрей, который полищук, но себя он назвал счастьем почему-то, ну, ладно, так, значит, это оригинальный босиком, который ходит, как Порфирий Иванов, вот, и он вот про мед очень плохо говорит, ну, что тут делать, мудрость народная, и у нас на Руси, вот, в Чечении, он в Гушетии, говорит о меде, обратное все-таки, ну, наверное, все-таки Андрей не прав, наверное, я так полагаю, ну, может быть, кто сочетает, сочетет по-другому, и согласится все-таки с гением Андрея, ну, а продолжая, говорю вот о чем, и вот это чистейшее, живая, уникальная, горная вода, безусловно, но не любая горная вода из любых источников обладает свойствами, вот такими суперочистительными, энергетичными, и так далее, не любая вода, значит, есть центры сосредотечения долгожителей, однако, конечно же, любая такая вода лучше, любой бутылированный, любой, так сказать, из скважины, и так далее, это, конечно, объективно тоже, вот, безусловно, творог, да, кто не в курсе, не в теме, обязательно в блоге у меня, посмотрите мою лекцию, и не одну, о, вот, например, у меня в блоге есть в левой колонке раздел «Мои выступления», и, есть там о молоке, молочной проблеме, ну, посмотрите, опять-таки, для объективности, конечно же, материнское молоко, это вполне нужно, необходимо, естественно, так природа предусмотрела, но перестает человек, как и любой маленький животный на нашей планете, любого млекопитающего вида животного, перестает естественным путем, это программа природы, пить это молоко, и переходит это животное, маленькое, либо человек, на видовое питание, то, что ест уже взрослый, и на всю жизнь так, оставшуюся, сохраняет это видовое питание. Вопрос, что такое видовое питание, и что такое естественное питание, как изменилось это питание, вот, естественно, к неестественному, в той или иной степени, и вот от этого зависит, конечно, продолжительность и качество нашей жизни, и обратные процессы, которые, вот, обратные, имеется в виду, очищающие, очистительные, питательные, ведь, эта пища, безусловно, выращенная в этой местности, очень богата минералами, и это очень важный фактор. В современном мире самая большая проблема, это недостаток микроэлементов, литий, кремний, вселен, потому что почва уже изничтожена, с нее высосаны, фактически, эти минералы, но не поставлялись туда, а здесь, обязательно, вот эти лесовые террасы, которые ветер размывает, разрушает, вернее, выветривание происходит горных пород, а это и есть минералы, осаждает их на вот таких плоских поверхностях, где возделывается та или иная, так сказать, культура, а очень много там выращивается разных культур, главный из которых кукуруза, а кукуруза в себя впитывает практически все минералы, какие только существуют, что называется вообще, в природе, в данной местности, на данной почве. Вот эти все факторы приводят к тому, что человек себя обеспечивает необходимыми минералами, а это, пожалуй, единственное то, что синтезировать наш организм не сможет, либо мы с пищей получим, либо нет, другого не дано, и человек, получающий, ну, скажем, дефицит тех или иных микроэлементов и макроэлементов тоже, постепенно у него разрушается гормональная система, биосинтез белков, хуже идет процесс, да, и другие биохимические процессы, и вот наступают болезни, но, безусловно, и вы эти долгожители умирают не от старости, а от болезней определенных, так, например, Федор Григорьевич Углов, когда просил, вот, действительно, аул Чинард, Южный Таджикистан, там 122 года умер один человек, его врачи все-таки скрыли, это была тяжелейшая форма атеросклероза, потому что все-таки то неестественное питание, вот этот сыр, и так дворок, он приводит к тому, что хоть и в меньшей степени, чем у равнинных народов, у других людей, которые больше делают ошибок, ведут неправильный образ жизни, чем эти люди, у них все-таки накапливаются эти проблемы, просто медленнее гораздо, потому что процесс очищения все-таки лучше идет, вот и все, понимаете, в чем суть? Не в том, что это правильно, коль человек прожил 120 лет, есть вот то, что вы видите своими глазами, а думать, что есть пища естественная, к чему приводит та или иная пища, объективно, но вот для этого надо понимать, что есть видовое, и питание, и питание живое, а уж если продукт какой-то делается из того, ну из каких-то выделений животных, ну в природе-то этого вообще нет, это абсурд, человек додумался до многого, ну что же, мы тогда будем говорить, что вот сейчас современные, вся жизнь прекрасна, ведь до этого тоже человек додумался делать многие неестественные вещи, создавать химию, так сказать, антибиотики, создавать, я не знаю, так сказать, даже те виды промышленности, которые только убивают, по сути, у людей, начиная от фармацептических, там косметических и прочих, но это тоже человек додумался, но это же не значит, что это хорошо, человек когда-то додумался делать то, что долго хранится, были периоды тяжелые в истории каждого народа, тяжелые климатические, войны и прочее, когда приходилось долго продукты хранить, потом это вошло в привычку, удобно, потому что, а что нам удобно, мы всегда используем, а дальше уже привычка берет вверх, ну и вот, к сожалению, так и укореняются постулаты и верования в народах, что это традиция, что это естественно, но ведь это-то неестественно, потому что это противоречит законам природы, потому что в природе не так, единственная есть одна истина, это открытая книга природы, природа с нами говорит языком, вот процессов, происходящие в ней, и на примере других биологических тел, которые по тем же законам существуют, и обменные процессы биохимические идут в них абсолютно так же, как и у нас, у людей, у высших животных, по крайней мере, млекопитающих, мы можем видеть эти причинно-следственные связи, за которыми мы должны следовать, если мы хотим, то есть, вот уловив вот эту логику природную, истину процессов жизни на земле, мы должны следовать ей этой логике, и если мы повернемся к природе лицом, тогда и она к нам повернется, и тогда будет возможность прожить у человека и дольше, и быть разумней, больше понять, сделать, добиться в этом мире, так сказать, и вот увеличить свой индивидуальный уровень вот этого развития и интеллектуального, и духовного, душевного, ну и перейти на более высокий уровень, так сказать, развития души своей. Так, ну смотрим дальше. Ну тут, тут говорят не торопясь, слушают не торопясь, очень важно, слушают так внимательно, будто никогда ничего подобного и не слышали. Странные эти люди старшие. Вот не странные, не странные, а именно вот нормальные люди. Вдумчивость. Вот это вот, где нужно, расторопный труд, а где нужно, особое вот это сакральное отношение к пище, к еде, благодарность земле, к труду своему, так сказать, вот и труду своего, товарищей своих, потому что ведь эти продукты, результат труда, как бы то ни было, да, уважительного труда, отношения бережного к природе, к миру вокруг тебя, к труду своему. А это тоже дает обратную связь, как бы резонансом, обратную связь. Добро, добро безусловно. И дополнительные дает силы и срок жизни продлевает. Ну и конечно, пища экологически уж чистая, тут что говорить, понятно, это тоже, раньше тем более, естественно. Ну вот теперь очень интересно будет, особенно тоже. Когда большому отцу было не больше, чем Зауру сейчас, подружил он с Юсупом Евкуровым. До этого дружили их отцы и отцы их отцов. Теперь уже никто не помнит, с каких пор дружит род чеченцев Хатильниковых с родом ингушей Евкуровых. Казались, эти развалины Зауру остатками необычайно древнего времени. А это, оказывается, аул детства и юности обоих дедушек. И они еще все хорошо помнят, как бегали вот по этим улочкам, во что играли и кто в какой башне жил. Дедушка Юсуп, например, даже знает, какую башню и сколько лет строили. Оказывается, башню строили не один десяток лет. Кстати, эти башни, родовые башни, я хочу подчеркнуть, то есть, строил один род. Это было и хранилище, и часть дома, но в большей степени это такое сакральное место, знаете, такое, даже я бы сказал, обереговое. То есть, там было много смыслов и значимости строения таких башень в данной местности. Кстати, и чеченцы, и ингуши мусульманство приняли всего лишь как 200 с чем-то лет. До этого они были на вот именно таких традиционных родовых укладах жизни. И, кстати, во многом эти уклады жизни сохранились, но, по крайней мере, в то время еще сохранялись. Во многом. Ну, а эти дедушки, которым тогда уже было за 100, конечно, прекрасно помнят эти времена, потому что знали лично людей, которые родились еще в 18 веке. иногда целыми поколениями. И, пожалуй, единственным человеком, который видел начало и конец этого строительства, был Арсгири Хадзитов, ведь он прожил 180 лет. Ну, как? Да, это было. Было. Еще в газете Тифлисский Вестник как-то писали. Поздравляем такую-то из аула такую-то со 180-летним юбилеем. Это не единично так люди жили. Не единично. Мы об этом потом поговорим. Были люди и 200 лет жили. Ну, а теперь давайте посмотрим еще один отрывок из фильма. Он уже о всадниках, джигитах столетних. Это есть такой обычай, когда рождается ребенок, вот старейшины устраивают такие скачки. Ну, вот сейчас собственно лучше посмотреть, а я потом кое-что скажу, прокомментирую. Ну, это то, с чего началось, что родился ребенок, по сути. Вот. победитель в этих скачках получит право дать новорожденному имя. Вот оно как, обычай какой. Этим лихим джигитам давно перевалило за сто лет. Это, конечно, серьезно. Это просто смотришь и думаешь сейчас, да? Ну, это просто какая-то фантастика. Как может быть такое? Тут сто лет ассоциация еле доживающей больной прикованной кровати. У кого-то такие больные ассоциации. В принципе, понятно, почему они возникли. Кстати, обратите внимание на осанку, к тому же, посмотрите, этих джигитов, да? Как они едут? Насколько крепкие их руки, мышцы? Вот, посмотрите, статность какая. Ну, прям вот. Ну, как наши когда-то казаки, да? То есть, по сути, ну, я имею в виду русские. Какая разница? Это ведь было везде так. Жили долго везде раньше, вопреки тому, что нам говорят, что раньше-то жили 30-40 лет, да ну, прямо сейчас. Это сейчас будут так жить, по сути. Ну, в общем, вот это всё, что в данном фильме есть ценное, важное. И действительно, я единственное, что хочу в завершении сказать. Давайте подведём такой некий итог, да? Ну, под итог будем говорить. Так уж итог подведу в самом конце серии всей. А сегодня только третья часть. Вот, я ещё записал, и мы сюда вставим послесловие моё. Ну, немножко о воде. Давайте, знаете, всё-таки я покажу маленький вот этот отрывочек, фрагмент, и тоже кое-что прокомментирую. Лечит родниковой водой своё тело и душу. Известны случаи, когда больным действительно становилось лучше. Это в Ингушетии. Разные научные исследователи по-разному трактуют причины такого выздоровления. Ну, маленький просто сюжет с дагестанского, верно, ингушского телевидения, но, по сути, тут речь шла о том, вначале нет смысла всё показывать, что вот есть уникальные источники воды, издревле туда животные приходят на водопой, излечиваются раненые или какие-то ослабленные животные, там вот лошадью одного, и люди испокон веку пьют, и вот, так сказать, выздоравливают или не болеют. Соответственно, кто пьёт постоянно, вот люди набирают, есть такие источники. И вот тут очень важный момент, потому что сейчас будет лабораторное исследование, но хочу вам как раз показать ту, вот эту, знаете, ну, не то, что чёрт, то есть медицины, а то, что вот они исследуют, и неважно в какой не изучают. Ну, то есть, это такой, ну, как бы это сказать, такой сугубо, даже дело не в материалистическом подходе, но вот свойства воды это не изучают, изучают только химическую чистоту, ну, чистая она, ну, нету хлора, там, железа, понятно, но при чём здесь это, этого недостаточно, чтобы вода была уникальней. Ассистент кафедры химии в НГУ Азаша Диева как раз работает на диссертации на тему санитарно-химический анализ родников. Санитарно-химический анализ родниковой воды. Ну, хорошо, химически вода чистая из данного родника. И что? Какую тут диссертацию? Вы представляете, тут диссертация. Ну, там нет тяжёлых металлов, отравляющих иных веществ. Она там оптимальна к идеальной с точки зрения химии. И что? Это я вообще поражаюсь. Вот Ингушетия. Своими наблюдениями о целебности родников делиться пока не спешит, но уверенно может сказать об их качестве. По содержанию тяжёлых металлов, которые относятся к токсичным металлам. Родниковые воды горной части, они отличаются чистотой по отношению к родникам равнинной части. Разумеется. Мне кажется, больше это фактор из-за того, что родники равнинной части, они находятся в основном населённых пол. Ну, антропогенный фактор загрязнения. Понятно. они в большей степени загрязнены. Родниковые стусники естественные выходы подземных вод на поверхность, которые не нуждаются в очистке. Добираясь из недр до поверхности, проходя через песок и гравий, она подвергается естественной, практически идеальной очистке. Кстати, родники важны не только своими минеральными целебными свойствами, но и выполняют культурно-историческую роль. Ну, хорошо. Дорогие друзья, давайте так. Вот вы сейчас только что слышали, убедились в том, что в основном всегда изучают такие примитивные показатели, параметры, которые, собственно, говорят о таких вещах, о которых недопустимо было бы представление о том, что такую воду вообще пить можно. То есть, идёт расчёт весь от простой химии. Но, хорошо, это правильно. А, но этого недостаточно, чтобы вода была правильно, как говорят, уникальна. Это надо ещё изучать. А что изучать? Ведь давно известны эти свойства. ОВП, коэффициент поверсного натяжения, там, а не только минерализации и прочее, PH, понятно, и других. Много факторов. Я вам хочу что сказать. Вот у меня есть лекции, да? Вот в моём канале YouTube есть очень много. Вот, начиная вот про приборы, какие-то, вот я по телевидению сейчас я покажу здесь вам. Вот у меня такая есть запись Вода-1. Вообще, Вода-1, 2, есть у меня серия. Найдите. Я рассказывал телевизионщикам, многим, о свойствах воды. Вот тут запись такая есть интересная. Ну, и есть старая моя в блоге, можно найти легко в моём блоге. Вот, значит, найти вот таким образом лекции. Там идёт вода, вот почки лимфа, да? И сейчас я просто покажу. Это основополагающая лекция, 4,5 часа она идёт. Вот, как исцелить организм при помощи воды. Вот сюда нажимаете и попадаете вы, соответственно, на вот ту самую лекцию, вот она, главная, с которой стоит начать вообще. Понимание, что такое физико-химические свойства. И какой вода в идеале должна быть. А вода должна быть по свойствам, а ведь эти свойства давно изучены. Такой, какой она является, переработанной уже и находящейся в структуре клетки нашей, в цитоплазме и межклеточном пространстве. Вод какой, тут думать нечего, всё-то настолько просто, но до сих пор говорят о химии. Ясно, что химические, вредные вещества, недопустимые в воде. Это понятно, но этого недостаточно. И в тех районах, где есть долгожители, это главный фактор является качественная вода. Вот, допустим, у меня есть такой прибор жизни. Вот раздел. Вот по воде нажимаете и смотрите вот этот просто раздел. Все вот эти лекции. Кто хочет изучить про водородную воду, я этой темы ещё в плане долгожителей там не касался. Однако, тут очень есть много важных видео, чтобы просто понять вот эту всю, так сказать, значимость, целостность вопроса. Так, хорошо. Ещё маленький сюжетик и подведём итог. Вот, интересный, когда были выборы, так сказать, президента. Вот, посмотрите. Так, 900-й год, да? 1900-й год. Были выборы, были в Думу и недавно были ещё выявлены и не только, кстати, в Чечне, Ингушетии, ну и в других местах люди ещё, которые 896-го, 900-го года рождения, то есть, 116-120 лет. Ну, вот это бодрая бабушка. Сейчас покажут, ей тут баян дадут, по-моему. Она такого маленького роста, но... Ну и, кстати, обратите внимание, все долгожители, сверхдолгожители, люди стройные, жилистые, подтянутые, толстых нет. И это естественно. И это... О! О, молодец! Ну, приятно смотреть. В общем, такая позитивная бабушка. Так, что теперь я хочу на завершение темы сказать? Значит, давайте маленький подыток. Все сверхдолгожители ведут спокойный образ жизни. Равномерный, постоянный. Это физический труд с утра до вечера, который им в радость, а не в горе. Это продукты, выращенные своим руками. Это хорошая почва, плодородная, содержащая все практически минералы и огромное количество зелени. Это фруктовые сады. Это сезонность потребления вот этих продуктов в больших количествах, где 70-80, а у некоторых людей до 100% составляет растительная пища. Из них в живом виде, в сыром, эта пища составляет от 50 до 80, как правило, в среднем процентов съеденной. Ну, плюс ко всему, это уникальная вода. Именно в тех районах сверхдолгожителей она обладает необходимыми для клетки особыми свойствами. О чем я говорил в специальных лекциях, вы посмотрите, но и касался и коснусь еще этой темы не раз. Теперь, значит, конечно, это вот этот вот свободный, перенос свободных электронов. Опять-таки, с тех же ручьев, горных потоков и прочее. Это общение, особое отношение, знаете, такое сакральное с природой. Это любовь к земле, к своему краю, к семье. Ну, то есть, это вообще гармоничная жизнь в целом. Вот что это такое. Плюс ко всему, это все факторы, которые добавляют к жизни дополнительные годы. Уважение других членов семьи и общины, и рода к старшим, к старейшинам, особое. Это тоже обратная связь идет. Безусловно, поддержка и увеличение долголетия. Конечно, это вот много иных факторов, но вообще, что касается, вот я не говорил в данной серии еще, тут более, это касается все-таки наших долгожителей, я имею в виду русских долгожителей, это бани, это физическая работа до пота, то есть, вот пот, очистительные свойства, потому что у нас есть несколько, по сути, очистительных, выделительных систем, и вот кожа, одна из них очень важная. И этот фактор, вот бани, вот это, вот то, чего, по сути, в Европе не было в средние века, а у нас напротив, это дополнительный фактор вывода из организма ядов, токсинов. Но уж если вода, которая будет поступать при этом, при очистительных процедурах, в том числе банях, будет обладать уникальными такими свойствами, но что тут можно сказать? Это как один ингушский сверхдолгожитель, который 157 лет прожил, один из последних, вот, вернее, именно последний волх, то есть, когда еще ингушетия была языческая, а не мусульманская, вот там, собственно говоря, он 117 и далее в определенное количество лет много раз проводил такие вот находил источники и 40-дневные голодания на воде, на уникальной вот этой воде, когда, конечно, организм очищался, ну, максимально полно, насколько это возможно, и плюс, конечно, духовные практики и прочее, но это уже, так сказать, знаете, такие, когда сверхпосвященные люди, что называется, и особые, да, конечно, продолжительность жизни тоже порой, может быть, и поражает, но подчеркну, что были люди, которые жили гораздо дольше, и в этом фильме вы уже видели 180, ну, слышали о нем, по крайней мере, в 180-летнем человеке, были и люди, которые жили дольше, здесь нет таких точных научных данных, как зафиксированные в прошлом, вот, видео, что я показывал, 1948 года, или в этом, но, тем не менее, есть около того, и об этом мы поговорим, о возможности жить гораздо дольше, и 200 лет и более, это возможно, еще раз говорю, чем больше факторов положительных, которые объективно положительно сказываются на здоровье, мы в себя, так сказать, ну, привносим, и чем меньше факторов отрицательных воздействий на наш организм, на нас действует, тем дольше мы можем и качественнее прожить, именно качественнее, потому и проблема современных долгожителей, а вернее, долгодоживателей, хуже современных, что, к сожалению, их либо подкармливают уже последние десятилетия ужасной, несвойственной им пищей, как они питались и в молодости, и в зрелые годы, как питались их предки, это изменение образа жизни, уклада жизни, это, если их увозят куда-то из их мест жизни на земле, то сразу жизнь сокращается очень сильно, и мы не видим уже потому таких сверхдолгожителей, ну, 100 лет, ну, 120, вот доживают и то в плохом состоянии, есть такие, а потому, что как раз вот это вот баланс нарушен, и поэтому, вы, конечно, видели, кукурузы там вареные, да, хотя сырую, когда молочная, она идет, едят, ели, по крайней мере, раньше ее все, ели много, потому что она самая вкусная, сочная, самая вот полезная как раз тогда, конечно, минералы из вареной кукурузы уже не получат, они в полной мере, да и вообще это невозможно, я объяснял по какой причине, но мед, зелень, фрукты, вот все то, что там есть, а подчеркиваю еще раз, почва очень богата, и богаты, соответственно, плоды, которые растут, и зелень, и другие растения на данной такой почве, соответственно, возникает, так сказать, ну, вернее, напротив, не возникает дефицита минералов в организме этих людей, вот, таким образом добирают там именно вот те самые минералы, дефицит которых приводит к разным болезням, ну, потому что это и то, что может человек либо получить с пищей, либо никак не получит, а белки, они синтезируются в любом случае, из аминокислот, что же касается, там, творога, или каких-то несвойственных человеку, по сути, своих продуктов, я пояснил, по причине того, что менялся когда-то и климат, и условия, и нужно было долго сохранять продукты, были разные ситуации, когда-то попробовали, поэкспериментировали люди, что-то получили, вот, так сказать, это вошло в привычки, и это то, что людей, по сути дела, убивает, просто более медленно, если лучше, идёт очистка организма, ну, а если хуже, то быстрее убивают, и, соответственно, это вот факторы, которые отрицательны, потому как они неестественны, человек всегда после материнского молока, как любое животное млекопитающее, должно переходить на видовое питание, и для человека видовое питание это плоды, как самый высокий концентрат, созданный природой или богами, кто как хочет верить или понимать, это вот самые высокие концентрации этих жизненно необходимых минералов, имных веществ, витаминов, прочих, и энергии, непосредственно, вот этой фитокалории и так далее, и вот, пожалуйста, это самая естественная, лучшая пища, которая как раз и была описана во всех религиозных источниках, буквально всех религий мира, так что, дорогие друзья, давайте будем разумными людьми и не будем говорить такие глупости, он прожил там 105 лет, и ел вот это, и мясо, и все, что, но вы уже не проживете столько, а мог бы он прожить 150 лет, а не 105, так что, вот теперь, я думаю, что все-таки, как сказать, стало еще более понятно, ну, то, что я хотел донести, и вот, вот это вот, вот причины, да, ну, а когда мы проанализируем в дальнейших с вами встречах еще различных долгожителей уже других регионов, континентов, то картина сложится вот в единый такой пазл, будет мера, глубина понимания, ну, полная картина вот этого мироздания ясна, ну, в плане человеческого питания, и не только питания, образа жизни, других факторов, которые приводят к долголетию, приводили раньше, почему сейчас не приводят, ну, и в самом завершении, я обязательно, как обещал, сделаю такой фильм, где я раскрою уже все-все-все причины и следствия, и будет такая аналитическая выкладка, ну, а пока, давайте смотреть, и смотрите, я вам рекомендую все остальные, которые будут выходить серии из данной рубрики моей по долгожителям и долголетию, ну, а теперь, продолжение просмотра, мое завершение, такое вот заключительное слово, и на этом я буду с вами тогда прощаться в данной серии и до новых встреч, ну, что ж, смотрите дальше. Ну, а теперь давайте подведем небольшой подыток по просмотру данной серии. Вы увидели фильм о жизни некоторых долгожителей и сверхдолгожителей Чечни и Ингушетии, долгожителей прошлого, к сожалению, нынешние долгожители, ну, количество их уменьшилось, качество жизни ухудшилось, что вы видели в предыдущих моих сериях по долгожителям Абхазии, ну, и не только там были показаны разные, да, да, и даже вот с тем боливийцем дедушкой все-таки уже, ну, ведь объективные факторы влияют на то, что последняя часть их жизни стала менее продуктивной, менее качественной. Дело тут не в возрасте, а в вполне конкретных объективных причинах. Стали кормить дедушку очень однообразной простой пищи, которая не то, что не пополняет нужды в плане минералов, витаминов, организма, а напротив, как рис варёный, а это его 90% нынешнее питание, а ведь даже сам дедушка его раньше не было этого риса, золотые слова, очень важные, от первого источника. Ну, так вот, к чему приводит такое питание? К тому, что напротив возникает дефицит минерала, витаминов, потому что на вымывание продуктов распада данной пищи, которая энергетически мало ценна, которая не несёт никакие важные структурные, ну, скажем, вещества, элементы в организме, напротив, на продукты метаболизма этих попадающих в организм, так называемых, продуктов, уходит даже в какой-то мере больше энергии и некоторых ферментов, а это тоже белки, к примеру, ферменты, витамины, это белковый ряд компонентов пищевых, поэтому происходит недостаток для нормальной жизнедеятельности организма каких-то элементов. Постепенно этот дефицит складывается в структурные и физиологические нарушения. Соответственно, возникает проблема, отказывают системы, органы, и человек держится, что называется, только на огромном потенциале запасе жизненных сил, который мы можем называть генетикой, то, что люди называют генетикой. На самом же деле, да, тут дело не в самой генетике, то есть в передаче идеальной наследственной информации, хотя это тоже, но правильнее называть генетикой это тот безукоснительный, знаете, как столетиями, тысячелетиями идущий уклад жизни, когда познав, как нужно жить, как питаться, какой образ жизни вести, труд, досуг, ну, то есть вот умеренное такой вот тысячелетиями уклад жизни, идущий своей чередой, стабильный, он приводит к тому, что каждое последующее поколение живет примерно так же, так же, качественно, но ведь дело тут в питании в большей степени. Дети питаются после скармливания материнским молоком тем же, что едят взрослые и так поколениями. Если это питание близко к видовому, к тому, как бы мы ни мудрствовали лукало, на что указывают наши морфологии, анатомии и биохимии, каковыми мы являемся по сути, а это смотрите мои лекции о пищеварении, там, о кровеносной, дыхательной системе и прочее, то мы видим прекрасно, что как только меняется этот образ жизни, меняется питание, люди начинают меньше жить, начинают болеть, вот поэтому сейчас мы уже не видим тех долгожителей, которых еще видели в 50-е годы, 60-е прошлого века, которые родились в 1801-х, 50-х, 70-х годах, потому что очень сильно изменился образ жизни и питания, иные факторы, отрицательные, вредные, добавились на рубеже там 50-х, 30-х годов, 70-х, в разных регионах по-разному, поэтому мы увидели еще и можем видеть у долгожителей кавказских народов еще вот тех последних, что называется, стариков, которых мы уже не видим где-нибудь в европейской части России. Какие же факторы добавились, отрицательные? Ну, во-первых, чрезмерное потребление на пике, скажем, 60-х, 70-х, 80-х годов мяса или так называемых мясных суррогатов, заменителей, тем хуже, что с химией, с геномодифицированной соевой мукой, то есть, во-первых, химическое вот эти продукты питания, которые добавились, ну, начиная с 60-х годов, но вот 80-е, 90-е, особенно сейчас, это сплошняком и, так сказать, везде, в основном химические, для большинства населения. Да, те, кто еще ест, как бы условно, натуральные продукты, выращенные своими руками, и даже если это животные продукты, получают меньше вред, безусловно, как те, кто едят все из магазинов, где конвейером поставляются с комбинатов по производству. даже того же мяса, как бы это ни цинично звучало, это, конечно, ужасное дело, а чем их кормят, животных этих бедных, кого убивают, но, естественно, в том числе, комбикормом, и в основном, в составе которого, и геномодифицированная соевая мука, и кукуруза, конечно, тоже геномодифицированная. Эти факторы новые, они добавились, поэтому мечтать о том, что человек, питаясь этим, как дедушка, проживет 90 лет, употребляя мясо там, нет, не проживет. Это тоже надо понимать. Хватит говорить про этих дедушек, которые пил, курил, 90 лет прожил. Ты, дорогой друг, его внук, например, если ты пьешь и куришь, да еще вот это все жрешь подряд, ну, 40 лет проживешь, ну, может быть, 45. Ну, в общем, если повезет, то чуть больше. Но, о жизни дедушки забудьте. Это его папа мог прожить столько же, или больше, и его, и его отец. Вот тогда да. И, кстати, раньше на Руси, и не только, жили очень долго люди. Это видно по уже, ну, глубокой аналитике многих регионов, стран. Жили везде долго, пока не появилась промышленность, пока не появилась химия, медицина, пока не появилось, как очень хорошо в этом фильме было сказано, что эти люди родились тогда, когда само понятия медицины не было. Ну, и, собственно, как-то жили, причем жили он, его сосед, жена его соседа, его жена, и так далее, и так далее. И жили очень долго, болезней не было, ну, вот, как-то жили. Хорошо, это тоже фактор. Да, медицина со своими прививками, со своими антибиотиками, и так далее. В попад, и не в попад, есть ситуации, когда это необходимо, но это максимум 5-10% от того, что творят медики сейчас. И если детям с детства начинают делать прививки, только родился ребенок, а его пичкают уже этими, вводят малые болезни, и так ослаблен иммунитет, и так мама не пойми, что ела. Да еще своим молоком гнойные токсины передают, ей же, так сказать, и творог, и молоко, в больших дозах ее заставляют пить, всякие там врачи-умники. Ну и вот это все приводит к тому, что ребенок ослаблен, а его еще и прививками. Фактор, фактор. Ну, я не говорю про курение и алкоголь, это понятное дело, об этом даже и говорить не нужно. Есть защитники мяса, скажут, наши предки всегда есть такие люди. Ну и что вы этим хотите сказать? Если все проанализировать логически, то все придет только лишь к тому, в вашей аргументации, что вы просто хотите оправдать кусок своего мяса на тарелке, потому что просто любите и хотите как бы психологически, чтобы вам, ну не то, что никто не мешал, а просто успокоиться хотите, что вроде вы понимаете, что нечто плохое и даже вредное и с этической, и с биологической стороны. Но все-таки вы же не в изоляции живете, и что-то слышите разумное, не только в поддержку того, что вы хотите слышать, ну и разумное тоже, а вреде, естественно, вреде этого не продукта, а куска трупа животного на вашей тарелке. Причем, когда вы говорите тот бред, что белки нужны, так они у вас и будут строиться. Белки, собственно говоря, в каждой клетке вашего организма, в рибосомах идет биосинтез белката. И чтобы вы не съели, должно разобраться до мономеров, до аминокислот, ну в данном вопросе о белках. И эти аминокислоты попадают в каждую клетку организма, током крови. И вот там строятся белки. То есть, еще раз, белки изначально не нужны для того, чтобы построились у вас белки. Вам нужны аминокислоты, то есть, те самые мономеры. Ну а в растительной пище эти все аминокислоты есть. Ну пусть в одном продукте, допустим, нет всех. Восьми из восьми незаменимых. Про что вам говорят постоянно с телевизора, диетологи. Ну а зачем нужно, чтобы в одном было? Есть в трех, в четырех, в пяти. Хотя на самом деле есть и такие продукты, что в одном. Все восемь. Все 26 из 26. Кстати, их все новые открывают и открывают. И я думаю, что скоро будет еще больше. А мы как-то жили, не знали об этом. А целые поколения, миллиарды людей жили, не потребляя никогда в жизни свое мясо. Ну кто-то сразу начнут бред нести насчет северных условий жизни. Опять-таки, потому что ему так в мозге наложили это дело. Вроде как аргумент. Ну, хочется же себя успокоить. Как алкоголики. Начнут что-то придумывать насчет пользы алкоголя. Там, мол, красное вино, полезно, радионуклиды из организма вводят. Или еще какой-нибудь бред. Вот. Ну, да, допустим. Потому что все напичканы теми постулатами, которые сразу с языка сходят с тех языков, которые хотят свою голову обмануть. То есть, вроде успокоятся, что вроде это нормально, что я так ем. Ну и нужно что-то сказать, чтобы вроде уверенность свою повысить. Но эти аргументы не являются таковыми, потому что это всего лишь желание и сродни верованию. А факты говорят о другом. Ну, реакция антигена антитела понятна. Далее образуются, погибают две белковые клетки антитела, например, макрофаг наш и какая-нибудь там какой-нибудь высокомолекулярный белок. Они погибают, две белковые клетки гниют, образуется гнойный токсин, трупные яды. В полной мере они не выведутся из организма. Вот у тех долгожителей в большей степени выводились гораздо, чем у современных людей большинства, потому что у них были другие факторы, положительно влияющие на эти процессы. Та же уникальная вода, как растворитель, свойства, которые очень высоки в тех местах, где концентрированы эти долгожители, о чем, в общем-то, ну, я прекрасно понимаю, изучая эти вопросы, анализируя качество и физико-химические свойства воды в этих источниках. И все это видно, что там как раз вода обладает максимально приближенными свойствами к свойствам воды внутри клетки. А внутри клетки наша внутренняя среда и все процессы могут происходить только в среде, который является некой константой, то есть обладает определенными параметрами, нормой реакции. Так вот, эта норма реакции есть, и вода любая перестраивается, попадая в организм. Ну, вот какая цена этой перестройки, но те же, кто получают эту воду, тех параметров изначальных, правильных, нужных, необходимых, а есть такая вода, они не тратят на это, свои, грубо говоря, организм не тратит энергию, не тратят ресурсы. Значит, соответственно, и выделительные системы дольше могут прослужить. Ну, не отказать почке, скажем, в 100 лет, а отказать там в 125, например, условно говорю. То есть, продлевается жизнь только за счет этого. Ну, не нужно тогда так глумиться над здравым смыслом и говорить, ахинею вот эту нести, что, о, мясо ели и прожили 100 лет, или там на Кавказе 110 там, и вот, мол, значит, можно есть мясо. Нет, ну, может быть, если бы ты с той генетикой, как у того дедушки, жил бы в той же самой местности, ел бы те же самые сезонно, огромнейшее количество фруктов, гигантское количество зелень, выращенной на тех местах, в составе почв, в которых, в основном, это лесовые террасы, продукты разрушения гор, а значит, минералы, практически все там есть, растения в себе, эти минералы забирают, и вот то самое мясо, они ели вот с такой горой зелени этой, где и вся группа витаминов, и В6, и В6, то есть, частично восстанавливаться, и донатурированные белки собираться заново, могут, то есть, силы и энергии, и на это хватит, ферментов наших, нашего организма, ресурсов. И очистительные системы, выделительные системы нашего организма идеально работают, потому что такая вода, прекрасный чистый горный воздух, отсутствуют стрессовые факторы, как правило, по крайней мере у тех раньше, долгожителей, жизнь была планомерно, примерно одинаковая, стрессовые факторы отсутствовали, те, которые у нас в современном мире есть, а сотовая связь была, Wi-Fi, которые очень страшно, отрицательно влияют на нашу самую здоровь, не было. А что у них еще не было? Каких отрицательных факторов? Выхлопы от машин были? Нет, не было. Разряженный воздух был в горах? Был разряженный воздух, там меньше кислорода, и кровеносная система более густая, прощает кровеносная система большее количество кляпов в виде оторвавшейся бляшки атеросклеротической или еще что-то. Да, потому что обводных каналов больше. Вот что такие, дорогие друзья, есть факторы. Но ведь если бы эти люди не ели бы те продукты, которые как виду нашему не свойственны, которые уменьшали их жизнь, продолжительность, качество, тогда прожили бы они дольше? Ну, конечно, да. Поэтому и были такие люди, в том числе, которые жили 160 лет и 180 лет и больше, которые не потребляли эти продукты. А почему в конце своей жизни долгожители, современные, вот недавно умер, вот 123 года тоже был, да, показывал я во второй части, по-моему, или в первой, да, в первой. Почему он? Он уже был такой, ну, достаточно немощный, умер немощным человеком, потому что то, что он ел, как его кормили, какой образ жизни был, жизнь его в последние годы, это уже образ жизни, по сути, современного такого, знаете, общечеловека городского, не пойми какого, полусельского, полугородского, это уже из магазинов, ну, условно, макароны, да, и так далее. Вот поэтому, поэтому такой огромный ресурс был изношен лет 15-20, минимум у него было украдено. Поэтому на все есть причины, и на любую причину есть обязательно следствие. И вот если не отмахиваться, а рассуждать здраво и понимать, о чем речь, то давайте так, генетика здесь не на первом месте, ибо потому, что указывают на то те факты, что совершенно с разных мест, географических, с разных семей, бывают, и очень часто раньше были случаи, когда муж и жена одновременно жили, попадая в определенные условия, очень долго были случаи, когда в данные районы долгожителей переселялись люди даже с городов, даже с других стран, другой национальности, и они, многие из них, жили так же долго. То есть, не генетика имеет первый фактор, а условия жизни человека, в который он попал. А условия жизни – это качество и видовое, либо невидовое качество в плане состава минерального, витаминного, пищи, воды, воздуха, стрессовых ситуаций, влияние антропогенных, так называемых, факторов, то есть, вот тех самых, что человек придумал. Химическая промышленность, там какие-нибудь трубопроводы от комбинатов, ну, условный ветер, или там ступени ракет падают, да, как на Алтае. Тоже были люди, которые по 120 и 150 жили, а сейчас, посмотрите, от рака умирают даже в горах, ну, там, где ступени ракет падают, потому что тяжелые отравляющие вот эти вещества, конечно, влияют на любого человека. Любой человек может поразиться радиоактивным каким-то поражением в данной жизни, ртутью, тяжелыми металлами, иными какими-то, и поэтому надо понимать, а не был ли отравлен еще человек, который говорит, вот, мол, Стив Джобс, например, он веган был, хотя он вегетарианец был, был-то одно время веганом, но это уже когда, так сказать, петь боржом и поздно, тут о чем говорить, когда у него уже была проблема, ну, а почему, собственно говоря, нет других факторов, которые могли привести к быстрой его смерти и к онкологии, его тяжелой, они есть. Когда-то я рассказывал про это, например, если нет диверсионной версии, то есть простое разумное объяснение, ведь в основном рак поджелудочный образуется за счет, из-за поражения человеческого организма плесневым грибом, батритец серой плесени, это известно, рак крови, рак поджелудочный, именно в основном из-за этого поражения этим грибом, грибком, вернее, правильно сказать, микромицетом, низшими грибами. Вот, и так далее. Так что, друзья, всему из причин и следствия, давайте будем здравомыслящими людьми не отрицать очевидное, не придумывать за природу, кем мы являемся по типу питания, даже если вам это очень хочется. Никакие мы к чертове матери не хищники, никакие мы, разумеется, не всеядные. Это бред полный. Пытался я вам сегодня это тоже, в том числе, объяснить, как и в других своих лекциях. Ну, а полный итог после всех видео о долгожителях мы обязательно подведем. А пока думайте, анализируйте, вот исходя из того, из тех фактов, которые я перечисляю. Ну, и, конечно, я буду по чуть-чуть, по чуть-чуть открывать, что называется, вот эти карты, так сказать, пояснять определенные вот эти вот моменты, увиденные. Ну, и по ходу вообще этих фильмов, конечно, не только тема здоровья будет подниматься, а вот то, что я считаю нужным в своих фильмах, я попутно буду тоже рассказывать. о традициях, об обычаях, какие-то философские вопросы, психологические, этического характера. Ну, в общем, что будет приходить на ум уж, извините, если кому-то что-то не понравится. Вот, говорю как есть, говорю искренне, говорю то, что считаю нужным. Ну, и то, что знаю, конечно. Все вам самого лучшего. Смотрите, ждите следующие выпуски данной серии. Ну, а на будущее будут еще интересные отдельные рубрики, в том числе о путешествиях с интересной логической выкладкой. Кстати, ко мне недавно приезжали из одной телекомпании, будет новый канал, первый вегетарианское телевидение, целое, телеканал, и в июле семнадцатого года он планируется к открытию, уже идут записи, ведь им надо наработать большой видеоархив, и я надеюсь, что я там вот, как мне говорили, буду одним из таких вот, ну, ведущих, можно назвать, ну, то есть, вот, целую рубрику вести. Значит, пишите, если какие-то хотите дать комментарии, обязательно оставляйте под данным видео, если вы хотите поблагодарить, ну, напишите пару слов, поставьте пальчик вверх, как он там, лайк называется, а если вы хотите вот это вниз поставить, то тогда давайте договоримся, все-таки аргументируйте такую постановку вопроса, просто не нравится, потому что я вам кусок в глотку мешаю заложить, напишите так, просто да, оторвал от шашлыка, ну, к примеру, или все-таки аргументированно напишите, ну, ведь так легко прийти и нагадить, а вы, так сказать, скажите, почему, может вы правы будете, я извинюсь перед вами, и какое-то дам опровержение, вдруг что-то я не так сказал, ну, вот, поэтому давайте по-честному будем поступать, ну, если вы себя порядочным человеком считаете, так что, что еще хочу сказать, передавайте эти ссылки на данные видео своим друзьям, знакомым, близким, полагаю, им будет интересно, а главное важно, ну, и вы хорошее дело сделаете, распространяя вот эту тему, да и общее дело это наше с вами, да, то есть здоровье каждого человека, отдельной семьи, нации, это важное дело, представляете, что творится, каждый второй от рака умирает сейчас, а это не кара Божия, это та жизнь, в которой мы живем, тот мир, который мы позволили создать, и сами частично, и позволили создать, мир, который убивает нас, мир, который является, по сути, антибиотиком, то есть, анти против, против жизни на земле, не человеческие эти условия жизни, но все находятся умники, которые начинают говорить, да, антибиотики там плохо, это, ну, ГМО плохо, ладно, а мясо, например, это прекрасно, ну, пока это прекрасно, никогда вы не будете здоровым человеком, а будете, пока вы занимаетесь спортом, допустим, спортсмены могут сказать, ну, перестаньте заниматься, и быстренько вы умрете от очень тяжелых болезней, быстро, так есть, почему я в своих лекциях это говорил, ну, это так примитивно, что повторять не хочется, я поражаюсь, что стало с людьми вообще, вот деградация, знаете, разума, что ли, какая пошла, то есть, человек уже просто не способен мыслить, ну, казалось бы, разумом человеку, дай крупинку, знаний, просто наметку, о чем он просто не думал в жизни никогда, чуть-чуть, чтобы он задумался, и сам человек должен до всего дойти, но нет, порой надо так разжевать, положить в рот, что просто поражаешься, вот эта деградация, она в том числе из-за пищевой, наркомании, пищевого извращения, в том числе, потому что пища влияет на все, на рассудок, разум, здравомыслие, на аналитику, безусловно, ну, и вот, то, что в здоровом теле здоровый дух, это правильно, поэтому давайте так, значит, мы люди с вами, существа духовные, не только телесные, в плане физического строения, наша физическая жизнь подчинена все-таки духовным приоритетам, и поэтому мы, должны понимать, что пока тело больное, духовно мы развиваться не будем, ну, по крайней мере, это будет не то совершенно развитие, какое могло бы быть, зачем терять драгоценное время, и драгоценные возможности, поэтому, думайте, и меняйтесь к лучшему, это мой совет, к лучшему, для себя, сами определите, что такое к лучшему, спросите у своей совести только, в совести, ни брюха, ни воспаленного сознания, ни заблуждения, у совести своей, вот как ребенок скажет, что маленький, там, трех, четырехлетний, уже начнет что-то понимать, говорить, он захочет с маленькой, какой-нибудь животным, и не важно, что это малюсенький козленок, смешной, там, ну, по размеру подходящий, так сказать, не огромный животный, кого он спугаться, может, а маленький детеныш, любого животного, любого, щенок, там, цыпленок, или что угодно, он будет его любить, играть с ним, радоваться вместе, но почему-то потом, ему внушат, что это, это твоя пища, сначала, нехотя будет есть, потом заставят, потом еще что-то, и переломится ребенок, в душе, сломаете, вы убьете себе ребенка, все, духовное развитие, пойдет совершенно другим путем, ну, вот, я советую не ломать это, и не убивать детей, не калечить их, ни физически, ни духовно, ни морально, с маленьких лет, это страшное преступление, а некоторые еще говорят, извращенцы, я так скажу, которые говорят, ребенок сам должен потом определиться, то есть, он сначала, вы его будете убивать, пичкать трупами животных, превратить, и не пойми во что, а потом он что-то, а он потом через призму того, как он рос и жил, уже не сможет, по-другому мыслить и думать, ну, кто-то сможет, но ведь многие нет, многие нет, а виной тому, а что будет потом, о-о-о, дальше он будет воспринимать мир и общество, извращенное страшно, как норму, начнет пить, может курить, может быть и колоться, миллионы-то начинают, почему же он, откуда уверены, что он не начнет, а если бы он был в морально-этических принципах здравомыслия, в этих любви и состраданиях воспитан, то никогда он не начнет, он не будет такой внутри стержень, что он ничего это не будет, вот не сделай первый шаг, второго не будет, в пропасть я имею в виду, если первый сделал, второй легко, а дальше как скользкая ступенька, споткнулся и полетел, ну вот, это надо иметь в виду, а белки, дорогие друзья, синтезируются в каждой клетке нашего организма, пора бы этот бред больше не нести, белки полноценные, ну просто нет слов, ну ладно бы, позволительно еще простым людям, первый раз, когда они еще вообще ни о чем не думали, верили, повторяли под копирую, что диетологи говорят, но специалистам этим, знаете что, у меня тоже очень много врачей смотрят, и многие разумные вещи пишут, мы очнулись, мы просто поняли, вот чем больше таких врачей, а уже многие пишут, будут писать, не стесняйтесь, пишите, вы ведь своим примером, вот таким, знаете, как бы, ну как правильно назвать, ну, что ли, излиянием души, вот этим криком души, возможно, поможете очень многим людям, потому что к вам, значит, чем больше таких людей будет, врачей, медиков, будет больше доверия, доверия хотя бы на то, чтобы начать думать, ну вот это очень важно, спасибо, дорогие друзья, благодарю вас за, значит, то, что вы смотрите данный канал, вы неравнодушны, значит, у вас есть, вот это вот, как бы сказать, стремление к познанию себя, своего организма, себя в этом мире, вообще, более глобальные вопросы, потом человек начинает задавать себе, и в конечном счете, у нас, по мере накопления в обществе, большого количества людей, здравомыслящих, мы уже сможем и общество изменить, конечно же, к лучшему, для общего блага всех будущих поколений, всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,